Сегодня главное внимание российского правительства было обращено на строительство дорог. Президент Дмитрий Медведев внес предложение, которое позволит удешевить строительство инфраструктуры. Подробности через пару секунд. Дмитрий Медведев предлагает обязать компании, получившие подряд на сооружение автомагистрали, заниматься их обслуживанием. Таким образом должно вырасти качество работы, а с бюджета снимут часть расходов. В прошлом году, по словам президента, ремонт дорог обошелся казне в 67 миллиардов рублей. На строительство было потрачено в два раза больше. По мнению экспертов, инициатива президента правильная. Во многих странах Европы дороги обслуживают те организации, которые их строили. Однако говорить о сроках, когда заработают новые правила, пока явно преждевременно. Транспортные инициативы главы государства исполняются правительством не всегда в срок. Еще в прошлом году Дмитрий Медведев поручил правительству разработать предложение по оптимизации источников финансирования дорожного строительства. Однако это до сих пор не было сделано. Высказывались разные предложения, например, об введении в России платных транс или об увеличении транспортного налога. Госкорпорация «Автодор», которая должна заниматься нововведениями и на которую возлагают большие надежды чиновники, пока не переходит к активным действиям. Насколько реализуемы планы государства, мы спросили у Алексея Безбородова, генерального директора агентства «Инфоньюз». Главное – это схема, в первую очередь, сбора денег, какая сумма будет взиматься за проезд, каким образом будет происходить это взимание, как будут расходоваться эти средства, как будет ремонт происходить и так далее. А во вторую очередь, это гарантия нас, как потребителей, что построенная за наши деньги или отремонтированная за наши деньги дорога будет функционировать какое-то время, чтобы наши деньги не ушли за полгода в песок и не исчезли с концами. Как будет отчитываться «Автодор» – это очень важно. Какие функции у «Автодора» сегодня будут с точки зрения гарантий того, что отремонтированное будет долго эксплуатироваться. Это все должно быть прописано, но пока, как я понимаю, у нас сегодня нет обязанностей у подрядчика. В данном случае это будет «Автодор», который будет собирать деньги и будет нанимать субподрядчиков на ремонт. У нас не прописано это законодательно таким образом, что хотя бы три года было гарантийное обслуживание на эту дорогу. Не говоря уже о финском или европейском опыте, о десятилетиях, когда построенная дорога должна ремонтироваться самим подрядчиком в течение длительного срока, как минимум десяти лет.